Всем привет-привет, с вами Флэшка и это Женские Игры. И мы продолжаем геройничать на просторах Теллары, потому что магия смерти грозит всей земле нам ведомой. И нам надо что-то с этим делать, и боги нас наделили силой, дабы мы прекратили все эти безумия. Давайте же поговорим с Томасом и спросим, куда он нас отправит дальше. После вашего доклада о состоянии дел на перекрестке Малинара, абсолютно очевидно, что культ глубинных занимается не только ритуалами призыва, а они также похитили реликвии Баральта с алтарей. Отправляйтесь на холм Баральта и верните эти реликвии. Отлично. Культ глубинных в полном составе напал на холм Баральта и захватил его. Кроме того, в своей темной погоне за могуществом они призвали с плана рованы воды туманных странников. Надеюсь, вы понимаете, что именно нужно сделать с этими еретиками и их слугами. Конечно, аннигилировать по самое не могу. И где там наш гномик? Джозеф, если их разозлить, люди из лунной тени сражаются с невиданной жестокостью, по крайней мере, некоторые. Глубинные используют какие-то проводники для питания техники в своих лагерях. Если их перерезать, произойдет весьма зрелищная цепная реакция. Оу, это интересно. И нас отправляют на холмы Баральт, то есть еще выше сюда по карте. Пойдемте же туда, пойдемте. Здесь есть кусочек, куда скакать. Давайте я к вам вернусь, как-то доберусь до этих холмов. Я тут нечаянно пока скакала, я решила руды добыть на меня на поле вепре. И вот видите, у нас новый уровень. Сороковой. Ура, 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 мы все ближе, все ближе к планарным улучшениям. Давайте же распределим очки. И нет, нам не дали никаких новых умений. Но зато сороковой уровень и достижения. Так что я отправлюсь дальше на холмы и вернусь к вам, когда буду уже так. Ой, а что здесь? А здесь, походу, у нас пазл. Лишь стоит мне раскрыть секрет, как мы взлетим над этой разоренной землей. Освободимся от всех проблем. Академия полетов профессора Фигали. Надо же, стоило мне подумать, что это все выеденного яйца не стоит. Демюрги взяли и прислали мне помощника. Вы ведь пришли помочь, да? Что это? Нет, дорогуша. Мне кажется, не стоит доверять первое испытание помощнику. Я слишком долго ждала этого момента. Конечно, я знаю, что вы знаете, как лучше. Но мне не терпится приступить к делу. Где я был все это время? Ну что ж, добро пожаловать на мой летучий корабль. О ком ты говоришь? Вы, конечно, с кем... Вы, конечно, с кем вы еще, я тут говорил. Да, согласен с тобой, милая. Это тупица просто-таки. Но мы не можем себе позволить ждать другого помощника. Так и быть. Разок попробуем. Если не подойдет, то подождем другого. Почему вы здесь? Зачем мы здесь? Конечно же, за тем, чтобы обрести, наконец, силу полета. Я долго изучала все к этому относящиеся. И настолько уверен в получении результата, что по праву могу называть это силой. Для того, чтобы взлететь, всего-то нужно приложить к объекту силу. Достаточную, чтобы превозмочь то, что тянет его вниз. И вот тут-то на сцену выходите вы. Может, у меня и есть сила, какой больше нет ни у кого из смертных. Но даже мне нужно помнить, чтобы набрать начальную скорость. Достаточно для того, чтобы победить гравитацию. Это обреченного на погибель шарика грязи. Так вы мне в чем-то поможете? Чем могу помочь? Да, нет, ничего проще. Сейчас мы отправимся на взлетную полосу. Как только я займу свое место, вы хорошенько меня подтолкнете, чтобы я набрал высоту. Проще парина репа, согласны? Конечно, отчего бы и нет. О, ребята, это будет интересно. Все? Так, это не годится. Попробуем другую платформу. Ну, давай другую платформу. Нет, это что-то интересное, ребят. Ай! Мы опять его пнули с горки. Задержите его, мне надо больше времени. Что? Ну? Давай. Господи, ему не больно столько раз падать с этой горки? Может, если бы ветер подул с севера-северо-востока? Нет, ты еще попытаешься? Господи, да ты рисковый парень. Оу, а теперь ты покраснел. Я лечу. Он умер. И мы получили какую-то фигню. Этот древний талисман покрыт старыми письменами. Возможно, это священный символ или семейный герб. Герб-член. Рунный страж, скорее всего, сможет лучше остановить его предназначение. То есть, понимаете, ребята, что мое врожденное любопытство позволило нам найти задание. Вот, вот, как-то так. Я даже не знала, что здесь есть задание. Сколько раз я делала здесь, в этой локации, квесты. И столько раз я пропускала этого чудака, потому что я думала, что это пазл. И что я этим сейчас заниматься не хочу. Очень интересно. Я надеюсь, вам понравилось. Это было достаточно забавно. Реально забавно. Я не знаю, мне очень понравилось. Давайте вернемся к нашим баранам. Нам надо убедить глубинных здесь делает целая толпа. То есть, все дальше очень банально теперь по сравнению с тем заданием, которое мы только что сделали. Точнее, добыли квестовые тем, которые нам... Ну, вы меня поняли. Очень интересно. В общем, этот гном сделал мой день, как говорится. Теперь я его буду вспоминать целый день. Давайте всех зачистим, потому что нам их много. Нас еще и тени какие-то бегают. Так, мне кажется, я быстро их пропустили. Мощный. Умри. Мне их очень много надо убить. Смотрите, 2, 4, 4, 8. То есть, 18 глубинных нам надо замочить. Причем разных. Это значит, что некоторые нам будут не подходить. Мы будем лечить лишних. В общем, хорошее место для гринда тканюшки. А что, тканюшки много не бывает, потому что с тканюшки мы шлям шмотки, с тканюшки мы делаем сумки. Почему это тебе попасть не могу? Нам надо вот это устроить диверсию. Не подойди к вам, не троню вас. Мужас какой-то. Все, 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 все наваляли. Да, наконец-то. Теперь можно эту штучку потрогать. О, как-то она долго трогается. И что? Это все? Кто-то мне обещал зрелищное замыкание. А, нет, все сгорело. Достаточно зрелищно. Нет, это будет достаточно зрелищно. Хорошо. Мы возобновим баг, потому что мне кажется, что они у меня заканчиваются. О, там руда есть. И давайте еще этих туманных странников тоже наваляем. И надо, конечно, посмотреть, что у нас конечная цель. Потому что я всегда пробираюсь к чему-то дальнему. А потом уже, выходя обратно, да, делая вот такие задания на убей несколько чего-то там. Чтобы, чтобы не повторяться. Здесь нам ничего не надо. Нет, нам надо что-то там потрогать. Что-то потрогать. Ну, пойдем, потрогаем. Их там столько. О, там артефакты. Все, это уже, это уже оправданное нападение. Если там лежит оправданное нападение, больше аргументов для нападения мне просто не надо. Еще кому-то согрелось. Да, что ж такое-то. Такой быстрее. И надо будет щиток на себя бросить, потому что бьют они. Чего-то больно. А я, я все-таки маг. Я не танк, я даже не рога. Поэтому надо как-то поосторожнее быть. Надо что-то здесь потрогать. Найти книгу, книгу Баральта надо. Хорошо. О, как я кританула. Хорошо, ребят. Вы заценили, как он умер быстренько? Не, окреси, не, окреси, пожалуйста, не, окреси. Отлично. Теперь посмотрим, куда, где она самая дальняя точка. Понятно. Идем сначала сюда, а потом будем возвращаться в ту сторону. Мне уже интересно отнести вот ту стучку, что мы получили от этого безумного гнома, дабы узнать всю историю происходящего. Но сначала доделаем здесь задание. О, еще и тебя сзакрило. Отлично. О, как я далеко бью. А, так. Вольно? Вольно. А, вот так вот. Артефактик. Отлично. Руда. Супер. И нам надо Штейн. Что? What? Штейн из Баральта. Я не даже боюсь подумать, что это? Это напиток из богов, что ли? Или что? О, смотрите, где артефакт за ночь карелса. Я смотрю, что-то странное свечение у этого факела. А это артефакт. А это артефакт. Вот так вот. Вот так вот бывает иногда. Давайте заберем артефакт и будем двигаться вот в противоблажную сторону. Туда, где остальные наши задания светятся. Ну и духов по пути-то немножечко попинаем. Вот еще они здесь слоняются. Такие прям спокойные все. Вознесенный пришел на эти земли. Все. Конец вашим злодеяниям. Так, там мы все сделали, нам надо чуть-то дальше. Но этих много надо, так что в объеме. Обходя вот так с фланга, или как это называется. И не очень сильно в этих терминах. Так, где у нас следующий алтарь? Вот там. Вот так надо двигаться. В эту сторону. Отлично. И этих мы практически уже все купили. Супер. Супер. Я тебе наваляю. Все наваляю. У меня как бы... Ресурсы огня не ограничены. Звуки очень страшные издаются. Очень. И, кстати, сейчас в игре происходит какой-то исходник. Проводится какой-то ивент. Но, в силу того, что у меня, если вы следите за другими сериалами, на канале много, много сейчас проекта запущено, да и там некий казус случился с одним из моих любимых сериалов. У меня нету времени сейчас вникать в суть происходящего ивента. Так что, извиняйте. Просто донесу до вас смысл, что ивент происходит. Плюшки там, конечно же, какие-то есть. Там эссенции, маунты, петы. В общем, всякое разное, что вы любите. Зайдите, посмотрите. Возможно, что-то вас заинтересует. Не знаю, в чем состоит ивент. Ну, возможно, как всегда, пойди, убей, принеси. Там, забудь несколько арифтов. Но все всегда очень банально, очень просто, но награды всегда разные из года в год. По мере добавления различного контента награды меняются. Но, что самое главное, валюта ивентовая всегда остается на это же. То есть, в игре где-то есть, я не знаю, 4-5 базовых ивентов, и эта валюта всегда при вас. Вы не теряете с окончанием года, так что можете накапливать. А так как в игре уже 4 года, то некоторые... Господи, в игре уже 4 года. Да, Вову уже 10 лет. Фух. Какие цифры, какие цифры. Ребят, это иногда пугает. Это иногда пугает. Что все эти годы эти игры с нами. Итак, нам еще здесь надо алтарь потрогать. И здесь что-то устроить диверсию. На той стороне. Есть все, с духом они не закончили, кстати. Но они все равно агриться. Это артефакт, как всегда. Вот то, что прокает наш вот этот огненный штук, вот это очень хорошо. Нам здесь внутри на то, что-то сделает, да? Так, у вас двое, надо вощита лечь. Я за списком заданий, не вижу, что пробует. На. На. А, еще ты здесь. Да пропустите меня уже до этого алтаря-то. Я уже столько вас перемочила. Все, это что у нас? Это мы что-то одеяние барали-то мы нашли. То есть мы сейчас возвращаем те вещи, которые глубинные украли с алтарей. Мы их возвращаем просто себе. Тебя надо? Нет, тебе не надо. Так что живи. А из этих? А, из этих мне уже никого не надо. Мне надо просто провести еще одну диверсию. И, конечно же, она в центре лагеря. Мне придется всех убить, да, в это братство нет. Ну, ничего, ничего. Мы уже, как видите, одну десятую часть следующего уровня набрали. И просто пиная монстров. И, наверное, столько же получим за завершение задания. Я как-то подсчитывала. Мне кажется, что сюжетные дают больше опыта. Ну, вот, например, если карнажик, то посчитать опыт за нужное количество монстров, которые надо убить. И столько же вы получите за завершение карнажика. То есть, если вы делаете карнажик, вы все равно убиваете тех монстров, которых вы бы убили. Но при этом еще получаете дополнительный опыт. И здесь тоже артефактик на факеле запрятался. И все, возвращаемся в лагерь. Мы все выполнили. Давайте я тогда доскачу до лагеря. Если что-то найду интересное, я обязательно вам покажу. Ну вот, мы добрались в лагерь. Можно отчитаться за проделанные нами задания. Демиургами клянусь, это пропавшие реликвии Баральта с перекрестком Алинара. Я все не могу поверить, что глубинные культисты используют их для своих ритуалов. Есть ли предел их порочности? Нет, конечно же. Спасибо вам за то, что разобрались с туманными странниками, маг. Чем меньше подобных созданий нам придется убить во время захвата склона, тем лучше. Хорошо. То есть, вы планируете наступление? Да, молодцы. Джозеф. Взрыв глубинных проводников должен посеять страх в черных сердцах культистов. Хотелось бы мне видеть выражение их лиц. Да, это было стоящее зрелище. Когда барьер треснул, волна магии смерти уничтожила монастырь на холме Баральта. Монахи вернулись туда, но боюсь, что из-за присутствия там глубинных их ждала ужасная смерть. Нам нужно позаботиться о попадании духов монахов в поток душ и благоволении к ним демиургов. То есть, нам надо души вернуть как бы в правильный порядок, в правильном направлении их отправить. Сюжетное задание. Опаленные знаки на этих реликвиях означают, что культ глубинных начал свой ритуал. Если они заставят вестника Баральта выдать свои секреты, культ обретет власть над семи богами. Мы не можем этого допустить, флешка. Вам необходимо спасти вестника Баральта. Хорошо, в чем вопрос, собственно. Дори, магистр ритуалов культа глубинных, шпионы, хранителей... Так, еще раз. Дори, магистр ритуалов культа глубинных. Хорошо, это понятно. Шпионы, хранители видели, как она готовилась к чему-то крупному на вершине холма Баральта в окружении последователей культа и их приспешников сибеков. Сорвите ее планы и пусть она страдает так же, как те, кого она заставила страдать. Вместе это, конечно, разрушающее чувство, но все-таки я вас поддержу в этом плане. И, ребята, что меня еще интересует? Я очень хочу... Я очень-очень-очень хочу... Там сюда, да? Вот, я сейчас сюда отправлюсь. Это тот талисман, который мы получили, пиная вот этого бедного гнома. Я очень хочу в этой серии вам показать это все. То есть и сама узнать. Так что я сейчас туда отправлюсь и вернусь, когда буду уже на месте. Мне кажется, мы уже с этим гномиком один раз общались. Здорово! Это... Это что еще такое? Рунический талисман? Хм, занятная вещица. Я уже пару лет таких не видел. Гномы молотозвона носили их на удачу. Но, судя по состоянию этого, я бы предположил, что тому, кто его носил, стоило прихватить еще десяток таких. Он просто летать хотел. Ну, вы не понимаете, что он был двигателем прогресса. Но надо было испытывать сначала на кошках. Все? То есть, все. Я думала, вы как-то разовьете к тему. Нет? Я немножечко разочарована. Но, в общем-то, удовольствие, которое я получила пиная гнома, оно того стоит. На этом все, ребятки. Спасибо вам, что были со мной в этих, надеюсь, увлекательных героических похождениях. В следующей серии мы отправимся с вами на гору Баральта и очистим разваленный монастырь от глубинных. Вот. Вот так вот. С вами была Флешка и всем пока-пока.